добрый день хочу вам рассказать об одной из своих идей по обустройству теплицы было у меня несколько идей и планов жизни но война не позволяет их реализовать поэтому делюсь и надеюсь что кому-то понравится а кто-то может попробует сделать в этом видео речь пойдет об аккумуляции тепла в теплице ну теплица нам нужно чтобы получить микроклимат аккумуляции тепла будет этому способствовать понятно что нам нужен теплый грунт для растений я знаком с системами прогрева грунта через пластиковые трубы теплым воздухом из теплицы у меня немного другая идея вот пример имеется такая теплица помид лагеру с размерами 10 на 5 и высотой около четырех с половиной метров я предлагаю использовать качестве аккумулятора тепла еврокубы с водой их я хочу зарыть грунт например центре теплицы еврокубы можно взять был нижнюю половину емкости утеплить вверх куба нужно срезать и закрыть железным листом лучше обеспечить герметичность этих железных крышек как угодно например поклеить по периметру пленку это чтобы лишняя влага не попадала в теплицу она нам не нужна кубы будет поступать теплая вода посредством теплопередачи будет греться грунт вокруг куба который также будет аккумулировать часть тепла более интенсивная теплопередача должна идти через железные листы сверху посредством конвекции для усиления процесса можно применить маломощные вентиляторы поставить их сверху изначально я задумывал теплицу для гидропоники поэтому грунт моим растениям не нужен но для обычного выращивания места тоже должно хватить я не буду останавливаться на деталях цель видео передать суть идеи теперь нам нужно как-то отобрать тепло у перегретого воздуха теплицы днем для этого служит вот такой элемент он состоит из тонкостенной трубы например оцинковки диаметром около 300 миллиметров длиной метра два закрытой с торцом внутри нее находится труба небольшого диаметра которая через малые отверстия по всей длине подает и разбрызгивает или разливает воду по внутренней поверхности большой трубы вся конструкция наклонена в одну сторону вода омывает железо нагревается естественным образом стекает в еврокуб подает воду вверх какой-либо насос и достаточной минимальной мощности вода берется снизу еврокуба туда же и сливается вот так идет циркуляция мы повторяем систему с каждым кубом наверняка эта конструкция будет работать как осушитель воздуха большая труба будет холодная а значит на ней будет конденсироваться водяной пар теплого воздуха поэтому снизу мы крепим желоб который будет собирать и отводить конденсат теплицу думаю лучше строить по метлайдеру так как даже с открытыми верхними форточками теплый воздух будет проходить через наши теплозаборники возможен другой вариант теплозаборника вот такой здесь труба в трубе а торцы закрыты между трубами вверху можно уложить капельную ленту с большим водовыливом или ленту туман центральном отверстие установлен канальный вентилятор такой теплозаборник будет более эффективен также можно применить плоскую конструкцию теплозаборника он заполнен водой а трубка находится в середине это концепция возможны разные варианты воплощения например кубы можно объединить система перелива их можно расположить рядом друг с другом теплозаборники также можно объединить вместе подавая воду одним насосом насосы можно запитать от солнечных панелей возможно вот такая компоновка для арочной теплицы здесь кубы расположены вдоль стенок теплицы в самых холодных ее частях в самой невостребованной зоне со стороны улицы их нужно утеплить а вдоль периметра теплицы можно положить солому если надо ходить по кубу можно использовать помосты эту же систему можно использовать для подогрева поливочной воды также есть возможность дополнительно греть воду в кубах например от котла для этого можно использовать трубки от теплого пола можно свернуть их спиралью и погрузить в кубы котел не нужно будет топить ночью в любом случае достоинство системы это постоянно перемешивание воздуха в теплице путем переноса тепловой энергии с перегретого вверхо вниз и в грунт а также ее аккумуляции остается открытый вопрос необходимого количества кубов количество теплозаборников кстати кубы можно разрезать пополам и таким образом увеличить их количество и площадь теплодачи если нужно можно прикинуть это расчетами и пробовать экспериментально буду рад обратной связи всем удачи спасибо 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 спасибо